Реализацию майских указов президента обсудили активисты регионального штаба ОНФ в Ненецком округе. Реальные дела в экономической и социальной политике, в обеспечении граждан доступным жильем, повышении качества услуг ЖКХ, здравоохранения, образования и науки, в решении демографических проблем. Все это есть в указах Владимира Путина, которые он подписал 7 мая 2012 года. В них конкретные поручения и цели, которых необходимо достигнуть. С момента издания майских указов президента Владимира Путина прошло 3 года, но лишь 20% из них исполнены полностью. Таковы данные Общероссийского народного фронта, которые продолжают мониторить эту ситуацию как по всей стране, так и в Ненецком округе. Центральный штаб Общероссийского народного фронта уже разработал интерактивную карту, на которой регионы обозначены различными цветами в зависимости от уровня исполнения майских указов. Ненецкий округ на карте обозначен зеленым цветом. Выполнены указы по госустройству, в особенности, в частности, по созданию многофункциональных центров. Здесь мы являемся в лидерах. Но, к сожалению, остальные указы по поводу здравоохранения, образования, они выполняются, но выполняются с отрицательной тенденцией. В честь указов по здравоохранению мониторинг ведется председатель Народного фронта, руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Римма Костина. Сейчас фронтовики уделяют особое внимание такому вопросу, как внедрение в регионе арктической медицины. Активисты Народного фронта считают, что население Ненецкого округа нельзя равнять по тем медицинским стандартам, которые характерны для средней полосы. У нас процессы заболевания проходят длительнее, у нас не хватает солнца, у нас плохо усваивается. У нас оказывается, даже те лекарства, которые мы пьем, не уколы, а пьем, они у нас почти не усваиваются, они почти не действуют. Почему-то сейчас другой? Потому что у нас все другое, и питание другое. Исполнение майских указов в части образования мониторит рабочая группа под председательством Татьяны Бадьян. Сейчас фронтовики обеспокоены тем, что не в полной мере и не во всех детских садах исполняется указ о доведении зарплаты дошкольных работников до средней по региону. Волнует активистов УНФ и тот факт, что на плечи педагогов взвалили большое количество бумажной работы. По мнению фронтовиков, педагог должен учить детей, а не превращаться в канцелярского работника. Так кого мы будем иметь? Еще один вот такой многочисленный штат чиновников? Или все-таки мы будем иметь в лице педагогического состава таких надежных новаторов идей государственной политики и проводников, которые формируют будущее нашей России? Активисты Общероссийского народного фронта в Ненецком округе и дальше будут мониторить качество исполнения президентских указов. Планов громадье, а это значит, работа предстоит большая, но, как всегда, четко, эффективно, по-фронтовому. Алина Волчейская, Александр Дуркин и Вадим Стасюк, Телеканал Север.